Как определяется сложность данжа? Сложность данжа определяется левелом. Там написано, что миссия — левел такой-то, а сложности данжа нету. Есть только сложность миссии в данжах. Сам данж сложнее не становится. То есть открывается с прогрессом, с вот этой полоской, доступ к боссам более выскоуровневым и доступ к более выскоуровневым задачам. Activate Free Infected Corpses. Ох, сколько тут неприятное очень место. Придется много назад возвращаться. Ну, поехали. Бутылки не стакаются, квестовы говорят. Это вообще беда. Что случилось, дружок? Сейчас у нас все будут в стрессе. В общем, это будет провал, господа. Как на начальном этапе играть? Не знаю. Все сложно. В начальном этапе на самом деле нужно, чтобы повезло. Если повезет в начальном этапе, то, возможно, дела лучше пойдут. Это успех, говорит, некрофагист. Да, успех полный просто. Ужас! Безумие восклицает у нас. Роллер. Ой, не надо тебе сюда. Давай ты сюда заглянешь. Это требует использования квеста из инвентаря. А-а-а. Первый труп готов. Нокиэшки. Лопата нужна, наверное, на это. Лет мне инвестигать. Говорит он. И получает Блайк. Молодца. Молодца. Блайк. 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 А чего у него стала полная полоса стресса? Не знаю. Блайк не полная, а стала полная. Ну, мне пофиг, честно говоря. Сюда пойдем. Так, вот так. Вот, потом вернемся. Или где возвращаться меньше будет? Здесь. Раз, два, три, четыре. А здесь раз, два, три, четыре. Одинаково абсолютно. Раз, два, три, елочек, гори. Уже кушать захотелось пять пищи. Может, вернемся в город, говорит он. Да не страшно. Священни говорят. Священни беда. Нас совсем беда. Еще одна лопата нужна. Почему, может, эту миссию мы провалим? Или нет? Сюрприз, мазафакерс, давайте. Попробуем. Ой, надо было сменить эти скиллы. Забыл скиллы сменить. Ладно, тогда рубим. Как обычно. Стандартная проблема, да, если забыл сменить скиллы. Хази, говорят, в темноте. Да, видимо, до этого все и дойдет. Че, резистят. А один хитпоинт сейчас походит? Да. Или нет? Или нет? 65-65. Одинаково. Конфиденция скиллы, как врага скиллы. Свет, говорят, быстро заканчивается. Давайте попробуем снять стресс. Горят, светую воду можно добавить. Но. Просто добавь воды. Но не нужно. Так. Снимаем вот этот выпад. И берем вот эту штуку. Хотя, знаете что, я думаю, вот этот Станинг Блоу можно убрать. Хотя нет, Станинг Блоу нужен с одной стороны. С другой стороны, выпад, когда нас на заднюю позицию ставят. Это вполне неплохая штука. Станинг Блоу-то у нас здесь есть. У нас есть дополнительный шанс стана. Тащит ли дайс? Ну, как вам сказать, на самом деле могло быть лучше все заметно. Вы слышали это? Да не пугайся. Ну вот мы двигаемся в темноте, как вы хотели, как вы просили. Так. Перед заходом в комнату. О, тысяча золота нашел. Млочина. Совсем темно. Стоп, надо было... А, на обратном пути проверим. Там в останках, возможно, пища есть. Сюрпрайз, отлично. Можем ли выдать по 5 ур... О, можно артиллерии ударить. Правда, его не убьем. Да и они вообще уклонятся. Кул стори, чё. Вернись там, труп квестовый. Вернусь, вернусь, да. Нам же возвращаться нужно будет по вот этому пути. Чё вы, не парьтесь. Вернись к этой преимуществу. Дайте им не вверху. Может, это не золото в темноте? Это не видно, а они думают, о, золото. Может быть, это точно. Застанили. Прекрасно. Теперь можно юзать на себя баф стресс-хила. Здесь тоже стресс-хилять. Поднимать уровень освещенности. Лечить сюда. Хорошо пролечили. Вообще просто шикарно. Что-то неправильный пал у тебя, говорят. Ну ладно, нормальный. Тестер-эс полностью снят. Четня, говорят. Ну да. Та ещё четня. Эти культуры могут быть чувствованы. Они могут быть буты. А потому что у него уже, вон там, есть Fearful. И с этим уже ничего не сделаешь. К сожалению, Алекс постоянно лезет всё сам открывать. Но хорошо, что это просто набор каких-то и темов. Битва, трюки и боблок. Попрошенные в крови. Вторая битва. Ещё с этими чуваками. Нет, ну не... Ну... Понятно. Подтягиваем. Ещё и резистит. Нету слов просто. Это самое худшее, что может происходить, вот если ребята появляются. Они крайне жёсткие просто. Баф на себя делаем. Здесь врываемся вперёд, бьём его. Прекрасно. Можно сказать, пол-дела сделано. Жаль, только не добили. 35-40. 30-35. 17-25. Супер. Точность 80-80. Да, с Яна за пуши не играет, поэтому и не подтягивает. Это да. За пуши у меня всегда как-то ужасно получается. Лучше даже не пытаться. Стресс-хилл или не стресс-хилл? Да ну нафиг. Зараза, слишком больно бьёт. Если мы застанем сейчас... О, застанили. Можно один раунд как-нибудь потихонечку. Да. Да. Если сбросить до нуля стресс, эффект пропадает. Я знаю. Но понимаете, 97 стресса сбросить это почти нереально для меня в особенности в данной ситуации. Понятно. Заднего подтягиваем. Грибочек, иди сюда. Хороший грибочек. Правильный. Как же обузден всем стрессом, говорит Алекс. Да, такой вообще просто. Ни о чём. Надо тима один хиллера, три стресса снимальщика. Это точно. Они такие друг друга хиляют, снимают стресс. Нет, два хиллера, два стресса снимальщика. Самое то. Да. Только. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец, навесил Блит. Добейте уже кого-нибудь, а. Дайс размечтался, чтобы кого-нибудь добили. Не мечтай, Дайс. Не добьют. Сейчас нам получают стресса. Ладно, давай, Дарк Макс, до завтра. Три хиллера. Два из них снимают стрессы, Барт. Ну да. Как там, хиллера стресс снимают, подождите. Хиллера снимающий стресс что-то такого, не помню. Ух, три дамейджина, три раунда. Да он тут просто помрет от того, что его будет... Его дотами обвешали. Жесть. Так, бьем или встанем? Бьем, конечно же, 20 крит, отлично. Вот так вот сразу. Минус девять стресса, прекрасно. Встанем. Еще блида навесил, прекрасно. Больше блида. Делаем стресс хилл и протекшн. И хилл есть, и стресс сбрашивается, говорит Бушима, у Круза и Дервиша. Но Круз на самом деле, как хиллер, очень слабенький. Очень слабенький. Сейчас, говорят, кого-нибудь из твоих добьют. Не добьют? Не, нормально все будет. Больше защит на себя настакаем. Снимем стресса. Свет повысим. О, на десять хиляем, тем более. Все как надо. Ну так вот это не очень надо. Давай. Крит на один, молочина. Просто на целый один. И весь наш стресс снимаем, и опять повозвращается к нам. Знаете, такое впечатление, что ну его нафиг. Да, он должен тупо. Просто забей. Называется, забей. И тревожная победа. Но победа, но и все равно. Возвращаемся отсюда назад. А, нет, нам еще надо вперед пройти сюда. Мы бы сейчас нашли бы труп. Бист каркас. Нельзя использовать вот эту штуку. Израбатываем болезнь. Рэбис. Очень плохая штука. Минус здесь точности. Когда в Дарк Максе и так мало точности. У него вообще никакая точность становится. Я надеюсь, хотя бы еду найти там. В результате мы находим деньги только. Страста становится больше. Как это крит на один? Да легко. У нас просто защиты было бы очень много. С очень большим уровнем защиты. Криты на один. Ну, это то неплохо. Пытаться снижать стресс. Когда сзади орут, мы все умрем. Не так просто, говорят. Это да. Эрхок тебя тоже. Спокойной ночи. Или удачный. Смотри, как тебе больше нравится. Заклинителя. Не забудь квестовую кучу полутать. Да, я уже сделал это только что сейчас. Знаю эту игру. Вангуй к концу миссии троих героев под стрессом. Четверых. Лучше четверых. Хотя на самом деле очень вероятно, что у нас Дарк Макс не будет под стрессом. О, битва появилась спереди. Значит, давайте заюзаем факел. Или два. Опять бандиты. Сукины дети. Порву на тряпки просто. Вот вам критами. Подтягивание. Добивание. Ха-ха, конечно, добивание. Ой, конечно. Так. Можем бить только сюда, да? Либо крюком того подтянуть. Бьем. Моя сила воли не работает, говорит он. Осталось добиться. Чуть-чуть он остался. Три хитпоинта. Давайте же справитесь, я верю вас. Теперь. Экспедиция обречена. Ну-ну. Не дрейфить. Точность 55%. Либо попадешь, либо нет. Но попали. Стан же, говорят. Сейчас станет будем вот этого одного. Хотя он, конечно, дамажный, довольно неприятно. Застанели, называется. Опять сейчас откажется ходить, хитрая жопа. Нет, не отказался. Он просто стрессов всем навесил. Стан! Есть, станк. Уже почти что стопроцентное освещение. Ну, правда, у нас здесь стресса, 80. Ох, много. Уже почти 100. Прекрасно. Кого лечим, сюда лечим. Тоже кровотечение навесили. Ну, не страшно, на самом деле. Кровотечение такое слабенькое. Ох, ты же промах. Заметьте, есть вот промахи, а есть додж уклонения. Я думал раньше, что есть только додж, и то и то одинаково обозначается. А так же нет. В последних билдах то ли добавили, то ли что. Кончаю поскорее. Ладно, такой няшка стоит весь застаненный. Нам уже еще долго идти. Видите, здесь очень большая такая местность, которой пойти нужно. Я его сейчас единичками добью быстрее, наверное, просто. Кажись, с каждым использованием стана увеличивается шанс промаха. Нет, не увеличивается. Это вам просто кажется. Это такой психологический эффект. Создается впечатление просто. И кого лечить, кого лечить себя, наверное. О, хорошо подлечил. С кровотечением прям. Ха-ха-ха-ха. Двойное уклонение. Опять стан. Арбузик, да. Арбузить приходится. Ну, потому что, смотрите, я двух боссов не смог завалить. Одного из-за того, что он просто тупо критами меня завалил. Это что-то было с чем-то. Просто два крита и ноль хитпоинтов уже сразу двоих. А потом он фокусил двоих этих. И на третьем ходу тоже. Очень печальная история. Лебряк самый успешный. Да, потому что он сам умеет себя лечить от стресса. Давно неплохо. Опять кровотечение навесил. Не успел этот нового кровотечения дойти у нас в Дарк Макс. Как новое. Стану прокает почти 100%, если попадаешь. Там самое главное попасть. Потому что здесь стан резист 25%, а у нас на 10% шанс успеха выше. То есть как бы шанс не попасть стану. Че, кончать его, как думаете? Я думаю, да, пора уже. Каждый раз, когда решаешься это делать... Криты с муфов. Это совсем уже рандом, говорит, Скорн. Бывает, фулового чувака теряешь мгновенно почти. Хил, например, застанили. Хила застанили, да. Из Дездор не вытащишь. Но вот на второго босса, на который я пошел, это на Ведьмом, там была ошибка в том, что у меня неправильные были бойцы. То есть нужно ранжовых стрелков, которые позволяют ее отстреливать за котлом. То есть всех ранжовых брать. И хиллера тоже, которые позволяют бить. Ну, например, вот такого вот взять хиллера было нужно. Хотя у нас такой был. В общем, там, конечно, я с механикой натупил очень серьезно. Ужас и безумие восклицает оккультист. Надо вот так ходить, на самом деле. Сейчас объясню, почему. Потому что есть скилл один крузазера, который так лучше использовать. Это вторым будет ходить, поэтому на него пробовал я, по крайней мере, навесить дебаун, но не получилось. Тебя тоже, что ли, немножко прохилить? Но паук неприятный, скажи вам, лучше убить. Гоу на босса потом. Опять на босса. О, стресс хилл и хилл ресиват. Ну, хилл ресиват, это нормально. А стрел... хилл стресс. Сложная штука, на самом деле. Только для оккультиста. Ничего нельзя оставить без внимания. Ну-ну. Таким образом он когда-нибудь наберет себе какие-нибудь минусы, очень серьезных. Еще пять пищи. Сколько у нас пищи вообще осталось? Восемь пищ есть. Кто-то у нас больше пищи потребляет, по-моему, на единицу, чем нужно. Если наши ходят, то отступаем. Не наши. Ну, полегче, дайте сходить хоть. На самом деле нормально. Парашьюзы. Или как там артиллерия. Потом подтягиваем, чувачка. Ха-ха, сейчас прям. Размечтался, дайте, подтягиваем. Да, азиастазин. Печаль. Как назлом. Ладно, пробуем вот так ворваться. С критом! Шикарно. Кто-то тощит втихаря. Кто кого к тебе тощит. Может, привал? Да, я говорю, после этого привал сделаем. Субтитры 2-1. Π Р kit j-am 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 J-am. Да ну хватит уже, может быть. Или не хватит. Сумачь, Блад. Хилять нужно его от стресса. Резист. Нет. Так, пробуем. А таким образом выпадом есть. Нужно стресс снимать у нас Баунти Хантера очень срочно. Прям вообще нужно. Все, маг любит мозги, да. Маг любит любить мозги. Протекшн добавляем, снимаем стресс. Тут лечить будем. Здесь снимаем стресс таким образом. Пытаемся встанеть. Пытаемся встать сюда. Делай привал. Да, я обязательно сделаю привал после боя. Закли рот. Помешанному говорят. Ох, хотел бы я это сделать. Ох, хотел бы. Ну, ну, орет он. Орет и орет. Не забудь новую шмотку надеть. Я бы не стал ее надевать, она... А, да, кстати, на привале же как раз нужна. О, это тема. По-моему, стресса больше навешивается, чем снимаем. Серьезно. Больше блида. Да. Ачифку убить этих монстров подземель единичками. Ага. Ну, почему бы нет? Так тоже неплохо. Так. Еще раз пробуем встанеть. Станок с завидной регулярностью проходит, что радует в целом. Продолжаем себя бафать. Скоро у него стресс снизится. Да, у него уже ноль стресса. Прекрасно. Львы получаются. Сырки снижены. И причина сделана очевидной. Что резист к блиду, по-моему, у него пониженный. И тут тоже как назло. Да не надо на него навесывать стресс. Не надо. Ну, хватит уже. Да, вот бей под протекшеном. Очень хорошо идет. 7 и 6. Норм. Проверить резист. Проверить сейчас. Да, проверь обязательно. А, места не хватает. Так. Если нам не хватает места, что мы можем заюзать? Что мы можем выбросить, например? Еду выбросить. 500 голды. 400 голды. Здесь 2000 вообще в одном месте. А, вот это может стресс хилл, да? И хилл ресивд. Вот ему надеваем стресс хилл. А на кого это у нас? А, он культист только. Ладно. Для привала надеваем. А, это нельзя сделать. Так. Можно сделать. Вот так вот. Небольшая рокировочка. Все взяли. И... Скаутинг включается. Прекрасно. Чувствую, в последней комнате вот в этой будет у нас вот ту штуку... Тот труп, который нужно будет обработать. Но неважно. Делаем привал. К сожалению, плечи не хватает. Даже стресс не похиляешь. Можно стресс похилять у этого. Тут можно тоже похилять у него. All Companion Stress Resist. Хилл редюс стресс. Пять. Если пять сюда... Четыре сюда, это девять. Остается три. Два. Стресс резист можно не брать, в принципе. Нужно больше всего. Больше стресса. Больше лута. Больше смерти, говорит Бавария. Да, больше смерти, конечно. Ты бы уже за все время вкупе с Кэмпом снизил оккультисту стресс до нуля и избавился от надоедливого дебафа. Так я не забывал... Да я даже у одного вот этого Крузайзера стресс до нуля не снял, не говоря уже оккультисту. Я бы не избавился от дебафа. Тут надо было бы час, наверное, микрить. Да я просто сдох от этого. Ладно. А этот? Да, он сам себя же не снимает. Еще снимаем стресса. Кому? Тят два. Сорок девять. Сюда, конечно же. Ты как запустил игру? У меня отказывается работать стиминг, говорит Крузайзер. Самый главный совет в любых случаях, когда у тебя не запускается что-то в Даркест Данжене, обнови дрова на видеокарту. Проблема в том, что она на OpenGL сделана, а OpenGL драйвера им поддерживается просто по традиции из рук вон плохо. Поэтому самые свежие дрова очень нужны. У меня, например, была ошибка с OpenGL буферами, когда я запустил ее впервые. Вот нужно было дрова обновить. Все. Это единственное, что требовалось для этого. Шикарная игра. Второй день не выложим. Согласен. Игрушка просто огонь. Так. Это мы уже заюзали. Здесь он еще может сделать. Точности критов добавить кому-то. Себе, например. Не, вот это выберем. Чтобы меньше было сюрпризов нам и больше шанс было сюрприз устроить врагам. Сложно было церковь прокачать и больничку на два слота и забыть про проблемы со стрессом. Покадай снимать дебафы. А деньги-то откуда брать? Бриллиантс. Понимаешь, у меня проблема в том, что некоторые миссии я заваливаю тупо. Ну, может, конечно, я сам виноват в этом, безусловно. Вот я, например, два раза ходил на боссов недавно. Даже три раза ходил на боссов. Два раза меня свину делал. Первый раз я просто тупо не знал, что не надо бить того, который сзади. И в результате я от него огреб. И все закончилось тем, что меня просто вайпнули там критом одним-единственным. А во второй раз я к свину пришел. Меня... Он тоже начал критами бить, но подвоим. То есть нормально, без инрейджа. Но криты там два хода первых были, которые пробили меня в ноль за два хода. То есть на первый ход у меня остается там хитов пять где-то у каждого из первого ряда у танков. А второй ход у них не остается и хитов. И на следующий ход, собственно, сам вот этот свинюк маленький, который вешает дебаф Марку, он просто добивает одного из них. И потом следующий же ход второго там. Просто вообще жесть какая-то. К ведьмой пришел. С ведьмой беда полная, потому что у ведьмы... Я тоже тактику не знал. С котлом просто меня там прокатили по-черному. В инвентаре я 7к. Где деньги взять, говоришь? Ну как где деньги взять? Не знаю, где деньги взять. Три, четыре с половиной. Шестька. Семь... Семь четыреста. У меня семь четыреста в инвентаре, да. Но это хороший заход, это вот удачный заход. Надеюсь, мы сейчас до конца дойдем нормально, выполним миссию. И мы будем лечить всех. Мы будем снимать плохие дебафы. Ну, плохие свойства, точнее говоря. Будем грейдить персонажей. И опять сольемся, наверное, на боссе после этого. То есть у меня какая-то тактика получается. Я отправляю персонажей за лутом, за деньгами. Они возвращаются. Я там кого-то грейжу, кого-то там лечу. Все хорошо. Отправляюсь на босса, сливаюсь. Вот. И так по кругу. Может, лучше у культисты тринкеты добрать? Да, я сейчас отберу тринкеты. Верни шмотки на место. Вернул все. Сейчас у нас крузадер захочет, да. Ничего нельзя оставлять, не тронутым. Эта штука очень сложная. Компульсив. Каждый раз, когда мы проходим мимо чего-то, он пытается таким образом... Так, баунти хантером, может быть. Да, баунти хантером получилось. А ты сменял? Так. Ночь, пустой инвентарь, профит. Верни шмотки. По поводу боссов. Броневысокий левел слился оправданно из-за того, что недостаточно Толст Грид Мериаланс. То есть броневысокий левел нужен. Может быть, да. Ну, а на самом деле, некроматы как-то затащили. Наверное, просто повезло мне на некромате чуть-чуть. Ого. Прекрасно. Сюрприз мазофайерс. Подтягиваем девушку. Ну вот, самых опасных убили. Вообще, отлично. Тебе не фигово, на некре повезло. Ты чуть не слился, и тут два крита на 30+. Да. Криты решают. Серьезно, меня, когда свин кританул, сделало плохо пошло. А потом, наоборот. Хоп, и все. У меня криты на некре идут. Так повезет. Вот бывают такие моменты. Макс Тентаклимен, но не японец, анимешник, видать, говорят. Конечно, анимешник. Тут все анимешники. Второй додж. Считаем доджи, господа. Ну ладно, хотя бы третий не доджи. Но не добили. Причем, проблема, они сейчас первыми атаковать будут. Да, вот, недобитые начинают нас бить. У грузадзера стресс-резист с первого левела доступен. Да, конечно. Но с нулевого даже. В смысле? Тут все скиллы доступны с нулевого левела. Вы можете их открыть за деньги, если у вас каких-то скиллов нет. С другой стороны. Так, встанем его. Отлично, стан прошел. Кому стресс себе надо занимать? Сейчас пропустит ход. Да, пропустил ход. Молодец. Одним сообщением набирал норм глюки, что говорит во флэм. А, наверное, он... Учил свипа. Ага, ага, да. Странно, какая-то такая месака получилась. Снимаем с себя стресс. Немножко хиляем. Как раз нейтрализуем действие... Чего там у нас? Крой сечения, да. Ну вот и сняли мы стресс полностью у себя. Теперь можно залатать. Опять блид. Тут реально на блид очень какие-то резисты плохие. Дайс, а Круст на тебя похож так же жадный? В смысле? Ну, видимо, да. Я вот тоже постоянно очень люблю лут. Постоянно в играх всех обворовываю. Обворовываю. Итак. Овгвард. Спиддож. Сэст. Акьюриси. Только минус точность. Никакого минуса резиста на блидинг я не вижу. Где вообще? Тут где-то есть возможность посмотреть прямо во время. Да, во время боя можно посмотреть. Резист блида. 10%. Да, реально маленький какой-то. Это, видимо, особенность как раз класса. Реально опять блид. Ну, еще бы я хотел с ним все резистами. Велф бьет мэшер. Может выбросить этот артефакт? Или еду выбросить? Сколько у нас там места, времени осталось? Или ключ выбросить? Ключ нам на самом деле на этом не нужен будет. Или заюзать факелы? Да, я думаю, факелы заюзаем. Факелы не особо нужны. Факелы не нужны, говорит наш Стимон. У нас свои факелы есть. Арт, поставь кому-то из героев. Нет, не нужно. Арт дает минус хил ингрессиво. То есть меньше хила получает. Ну, альфиговая идея, скажу вам. А те вещи, которые я выкинул, вот эти гербы, они ни о чем абсолютно. Хорошо он подхилял. Знатно. Тут у нас сколько, например? Да, блит деба... Блит резист 55%. Отличный. Видимо, особенность класса у лепера. Резист кровотечения очень маленький и плохой. А пусть герои будут освещать своим подгоранием. Будут освещать, конечно же. У нас, видите, 94 и так с нашим подгоранием. У меня проблемы с этим грибами вообще не хватка. Угу. С какими грибами? А, гербами. Фу ты. Неправильно прочитал просто. Второй додж. Прокаженный жиж. Ага. Ага. Двух персов одного класса. Бывают разные статы. Это я не знаю. Возможно, от класса все зависит. А может быть, от перса... Я даже не обращал внимания на это. Ага. Бедный скелетик застанили несчастного. Вот еще один круточащий у нас. Скелетостан. Ноль. Цель для абуза. Это точно. Ух ты, срезистил. Как удачно. Аж на целых два хитпоинта. Хорошая резиста. У нас там времени уже завершать стрим. Давно пора. Завтра на работу. Так. Классная фича была бы, говорят, если бы учитывался стресс игрока. Вот этого не хватает, реально. Надо какие-нибудь часики, которые будут мерить стресс. Есть такие вещи. Которые по характеристикам там... Некоторым определяют стрессовая ситуация. Или что-нибудь в этом духе. Бывает, бывает. И подключить это к стриму. Чтобы можно было отображать результаты в виде полоски вот такой же, как здесь. В Радиенте мы можем найти победу. Че там еще не извлечен стресс? Чуть-чуть осталось. Заштопаем? Заштопаем, конечно. На семь заштопали. С таким стрессом игроки накурятся травой. Сразу себя Тима ловит не дебаф на 100 стресса, а баф. Баф на 100 стресса. Жестко, жестко. О, всех прохиляли. Значит, добивать нужно. Еще резистят. Вот тварь. Деньга хоть девать есть куда? Да, вот этот стэк можно положить. Немножко осталось. Осталось последний труп найти. Где-то этот труп непонятно. Как обычно, знаете, как по закону подлости бывает. Ох, еды нету. Снимали мы стресс, снимали. И все закончилось тем, что стресс обратно нас нашел. Годный данж. Да. Святую воду, на что юзать? Или антияд, на какие предметы? Иван, тут, знаешь, очень много предметов, на которые можно юзать воду святую и противоядие. А вот он, собственно, труп. Антические трупы левелатно за второго. Надо тоже подумать. Последний труп в последней комнате. Но, как видите, не последний оказался. Итого мы собрали. 13 тысяч. 75. А также дофига дидов, немножко бюстов. 12 крестов. Ну что же нам тут выдали. Минус 5% демага в рейнже. Вообще, яо. Вот это колосс, который рейнж не использует. Минус 5% resist affliction. Это плохо, вот это нужно снимать. Минус 3% крита вообще. Тоже плевать, абсолютно. Есть огромное хорошее вне этой манере. Крауле каоса, который должен быть уничтожен. Потерял 500 золота у нас, юзерк. Вернулся, наконец-таки. Установил 56 стресса и больше не... Не боится ничего. Кламзи снят в Баварии. Васари вернулся. Прекрасно. Наркмакс первого левела теперь. Так, люмокс куда-нибудь чуть пониже. Роллера повыше. Коудфьюжн туда же. Даркмакса и Алекса. Ну что, роллера надо, конечно, лечить. Минус крит. Против анколи монстров стресс-резист минус точность. Первый раунд минус дамаг. Минус 20 стресс-резиста на свету. А, вот в чем дело. Мы же на свету ходили большую часть времени, а у него минус 20 стресс-резиста на свету. Вот, зараза. И муфа от Камзамшу. Очень плохие здесь у него какие-то такие трейды. Роллера в дурку. Да сейчас посмотрим, может заменить на кого-нибудь можно. Так-то можно. Сентакли. Набор, правда, не очень плохой. Всяких разных способностей. О, шут есть. И можно себе отдельно еще слоты открыть. Три штуки. Как раз шута взять. В общем, этим всем займусь я уже на следующем стриме. В больничке сколько дебафов снимает? Один ли все? Один. За раз только один. И в больничке у нас можно снизить стоимость трейдмента, но лучше подкопить нам то, чтобы второй слот открыть. Тем более осталось немного. С вторым слотом можно по два за раз будет. Вот такие дела. Но деньги появились, как обычно. Знаете, сейчас я на эти деньги кого-нибудь огрейдну и солью опять. Поэтому мы это делать не будем. Поэтому на следующей битве мы пойдем, наверное, не босса убивать. А пойдем вот опять-таки лутать, лутать и лутать. Ладно. В общем, на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте там, что можно ставить плюсы. А я вам под конец скажу следующее. Что вводы все будут на ютюбе и анонсы во вконтакте и твиттере. Так что следите за ними. Обязательно узнаете, когда будут следующие стримы. Ссылки все внизу в описании находятся. А я с вами прощаюсь. Всем самого наилучшего. С вами был Dice. До новых встреч. И пока.